Тем временем в Венеции продолжает свою работу 18-я архитектурная биеннале. Главная тема этого года – лаборатория будущего. Национальный павильон нашей страны за время открытия уже приковывал сотни взглядов. В его подготовке участвовали кураторы из французской архитектурной студии, мастер голубой бухарской керамики и студенты университета Аджу. Выставленные экспонаты, кирпичное производство вызывает неподдельный интерес как у специалистов, так и у гостей. Репортаж Джамшида Саатова из Италии. Чем славится Венеция? Своей красотой, неповторимостью и, конечно же, тем, что вот уже на протяжении более ста лет этот город остается центром протяжения для любителей культуры и искусства со всего мира. И в этом ключевую роль играет венецианская биеннале, участие в которой для Узбекистана становится традицией. И в этом году наша страна представила проект, который позволяет поразмыслить над темой прошлого и будущего путем продвижения архитектурного наследия. И вместе подумать над тем, как построить устойчивое будущее. Исследовательско-выставочный проект, представленный Фондом развития культуры и искусства, окунулся в прошлое в поисках необходимых инструментов для разработки мира завтрашнего дня и совместной перестройки современности. Объектами изучения стали древние крепости Каракалпакстана, наследие харизмской цивилизации и технологии изготовления традиционных кирпичей, основного строительного материала узбекской архитектуры. Я так воодушевлена и тронута. Думаю, что павильон является одним из моих фаворитов. Чувствуется, что проделана большая работа. Узнала, что к исследованиям были привлечены и молодые студенты, что является очень важной частью в вопросах продвижения культурного наследия. Ведь такова и основная миссия – довести до молодежи необходимость ценить и дорожить историческим наследием. Благодаря теоретической работе и экспериментам кураторов со студентами, переосмыслению способов изготовления кирпича, методов его строительства и типов отделки, было разработано пространственное решение Национального павильона Узбекистана в виде загадочного лабиринта. Путешествуя по этому лабиринту, люди еще больше ощущают эту самобытную архитектуру Узбекистана и его уникальное богатое культурное наследие. И важно то, что здесь все сделано максимально просто, без каких-либо лишних инсталляций. И в самом центре лабиринта здесь проигрываются уникальные видеозаписи для того, чтобы вы могли сесть и просто поразмыслить над темой прошлого и будущего. Вниманию посетителей показывается фильм режиссера Эль Мехти Азама, инженера по образованию, который изучал искусство кино в Марокко и Франции. Ну а сам проект повеленно выстраивает диалог с темой венецианской биеннале этого года «Лаборатория будущего». Я открыл для себя Узбекистан как одно из самых красивых стран, где я был когда-либо. Меня воодушевил его родной язык, история, уникальные достопримечательности, которые сохранены в замечательном состоянии. Что касается экспозиции, мне нравится концепция в виде крепости из кирпичей. Данное архитектурное искусство лично для меня ассоциируется с Сюзанэ, которые я видел в Узбекистане. Их узоры я сравниваю с картой, дорогами, ведущими в некую загадочную историю. Которую хочется изучать. Точно так же и здесь, в лабиринте, ты перемешаешься по этим коридорам и попадаешь в сердце лабиринта, где проигрываются уникальные видеокадры. Твое представление также дополняет собранные здесь другие находки и брошюры. Таким образом, благодаря выставке, люди смогут получить более плотное представление о богатом архитектурном наследии Узбекистана, о его неизведанном ранее местах. На этом наша поездка в Венецию завершается. Однако выставка продолжит свою работу до 23 ноября включительно. Демши Салатов и Эльдор Устамов для телеканала Узбекистан24 из Венеции.